так доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать мишлей притчи царя соломона наш традиционный уже там 700 какой-то урок и с божьей помощью мы сейчас уже подходим к середине 20 главы и нам осталось всего лишь треть 10 глав и будет закончен очередной цикл изучения мишлей притчи царя соломона и это очень круто то есть теперь бы запомнить все это если бы все это запомнить и использовать можно было бы быть как царь соломон представляете то есть понять что он говорит это это круто а вот запомнить и применять это вообще высший уровень хорошо значит мы дошли уже до 20 сейчас я скажу 20 глава сегодня у нас будет отрывок отрывок 13 до всем шалом кто смотрит нас прямом эфире шалом всем кто смотрит нас в записи и все кто делятся уроками вот я вчера встретил двоих своих очень хороших знакомых и они говорят я рассылаю всем у меня все мое окружение через меня узнает мудрость царя соломона и с божьей помню это очень приятно очень приятно потому что в этом наша цель платформы воикра соединить преподавателей торы с теми кто хочет учить тору и максимально знание о боге божественное знание знание о том как работает мир который получил маша раббейну на горе синаи от бога передать людям чтобы прямо вот воикра это и возвал с помощью всех самых современных средств связи то есть это очень технологических средств потому что смотрите получается что раньше для того чтобы передать какое-то письмо человек должен был плыть там месяцами и письмо доходило до нью-йорка за там два месяца например да а сейчас я сижу в киеве провожу урок и тут же моментально в нью-йорке кто-то сидит его смотрят представляете в нью-йорке в нас везде есть наши зрители слушатели по всему миру вот прям конкретно и это удивительно то есть мы дошли до до момента когда сказано в талмуде есть такое такое выражение когда придет маши а когда он придет когда выйдут все источники наружу говорят что это был хасидизма тоже такой ну опять же это все тора все это тора хасидизм не хасидизм все что получено от машера бейну на горе синай и уже плоды от этого это все тора хорошо друзья и мы дошли до 13 отрывка значит сказал нам давайте соединим 12 отрывок нам царь сам он сказал что ухо слышит глаз видит делает 2 обоих и то и другое создал бог да это был 12 отрывок и мы изучили как бы подход очень интересные что без объяснения ничего не понятно ребенок там годичные он видит ту же картинку но у него ничего эта картинка не складывается в ту модели картину мира которая складывается взрослого человека почему потому что взрослый человек себе все объясняет и взрослый человек например алекс поделка шаббат шалом он он например видит мир по-своему а какой-нибудь например из северной кореи человек он видит мир совсем по-другому почему у него другие объяснения у него идет другой другое смысловое наполнение всего он даже сейчас бы меня слушал бы ему было бы ничего не понятно северному корейцу ничего ни одного слова бы не понял теперь но бог создал и то и другое и он создал так систему что вот так она работает представьте как а вообще мудрость как это все синхронизируется в голове звук картинка смысл ну вообще удивительно удивительная вещь теперь 13 отрыва говорит нам царь соломон мудреший из людей пророк говорит нам следующая вещь 13 отрывке альтеавшина он говорит не люби сон не люби сон говорит он пенки вареш что может быть обеднеешь может быть ты обеднеешь как и неха открой глаза свои свалыхом и насытишься ты хлебом ну значит сон сон это очень важная такая вещь да интересно что это уникальнейшая уникальнейшая вещь сон потому что с точки зрения эволюции сон необъясним нет вообще невозможно объяснить какая в нем польза какая польза во сне если если человек становится полностью беззащитным он не может двигаться он себя не контролирует человек во сне он просто легкая добыча для кого угодно зачем был нужен сон с точки зрения эволюции и так далее непонятно вообще непонятно зачем он был нужен теперь но тем не менее все все живое на земле спит вот все живое спит есть уникальная такой случай что дельфин у него пол мозга спит у него два полушария одно спит 2 бодрствует то есть дельфин он все время как бы в полусне вернее не так он одна часть спит отключена другая бодрствует потом другая отключается то бодрствует значит но нам говорит царь сломон не люби сон то есть не люби вот это вот бессознательное состояние она вынуждена она она есть она как бы понятно что сотворил бог это все но но прямо прямым текстом написано не люби сон может быть обеднеешь и тут весь вопрос том что практически все в этом мире в хорошей и всему есть мера это была вторая глава в quality там где время он всю вторую главу говорил время для того время для того время для того время для того и впервые вот научились что у каждой вещи есть место и у каждого человека есть его время то есть в чем в чем идея сон например да чек не может без сна но у каждого есть норма когда достаточно а больше этого это уже пустое времяпрепровождение теперь есть сон когда чек отдыхает то есть ой он восстанавливает свои силы а если он когда он просто проводит время впустую ну вот просто валяется в кровати и все теперь но мне это мне очень это нравится потому что я сплю очень мало и я прямо своим детям говорю не знаю откуда этого мне установка я прям не могу когда люди спят поздно валяются в кровати все вот я лень просто ненавижу теперь значит но говорят наши мудрецы на этот отрывок что он вообще другой имел ввиду цель сам он другой имел ввиду откуда они это учат что вторая часть отрывка как как и миха свалых им открой свои глаза насытишься хлебом как не говорят про глаза говорят тифтах например и так далее значит вот это вот выражение пках и миха она показывает на духовный то есть открой свои духовные глаза это очень интересная такая штука что каждый человек смотрит на на мир как мы уже знаем дастся с точки зрения своего объяснения например смотрит идет чек по улице портной на него смотрит и он видит этого чек он обращает внимание на детали покроя его одежды потому что он портного на автоматически видит швы он видит пуговицы он видит какой-то крой особенно и так далее смотрит на него мануальный терапевт и он сразу же отмечает как человек идет кривой косой где у него болит где у него заболит и так далее смотрит на человека психолог например да он видит у него сразу отклонения какие-то да то есть как говорят психологи что нормальных нет есть недообследованы до смотрит на человека на мужчину смотрит незамужняя женщина она сразу например смотрит его как потенциального кандидата смотрит есть у него кольцо нет у него кольца женат не жена там и так далее то есть каждый человек видит одну и ту же картинку но каждый наполняет ее разным абсолютно разным смыслом теперь когда говорится открой свое духовное зрение то есть люди которые видят видят как бы есть книга вообще отличная книга вот об этом вот полностью вся книга об этом книга называется маска вселенной написал и раввин атива тац он говорит что вся вот это все это мироздание это как маска за которой скрывается бог то есть внешний мир материальные это маска за которым скрывается тот кто этот мир создал им управляет бог и человек духовные он во всем видит божественное проявление то есть вот это слово даже ваикра и возвал это начало третьей главы в торе так вот ваикра там буква алиф маленькая ее можно прочитать как эй издалека если да то есть вообще в иврите нет маленьких и больших букв если в торе изменена какая-то буква это шифр и вот в слове ваикра и возвал бог к маше как он взывает к пророкам но там это алиф последняя буковка она маленькая маленькая и говорил раби нахман что бог взывает не только к пророкам бог взывает ко всем людям только люди не слышат голос бога да они ним духовно они закрыты но бог взывает к ним через события которые с ними происходят события жизни это разговор бога с человеком человек делает действие если он делает действие какое-то неправильно там кого-то обидел украл ограбил и так далее то он включает цепочку по которой бог с ним разговаривает ему говорит ты неправильно сделал ты ошибся здесь если человек он чувствительный к духовным вещам он это почувствует и он сразу где же ошибся где же сделал пожалуйста там спасибо тебе бог что ты мне подсказал через неприятность через какое-то болевое ощущение спасибо что ты мне подсказал значит но я сигнал не понял пожалуйста объясни мне пожалуйста точнее да что мне делать что не делать и так далее понятно и духовный человек у него открываются глаза и он начинает видеть в замазкой обычной казалось бы реальности материальной он начинает видеть бога он начинает видеть божественное правление как бог с ним разговаривает и чем он лучше и чище начинает воспринимать сигналы бога тем больше бог с ним начинает разговаривать понятно да идея тогда этот отрывок он но имеет смысл духовный альтеав шина не люби сон и этот духовный сон духовный сон это большинство людей в мире они живут вот в каком-то тоже непонятном кино какой-то вот они живут в каком-то сценарии и вот они верят сми да это такая постанова вот видно как каждая сми качает свое либеральная сми какой-нибудь там левая одни и те же события они описывают видно как они манипулируют общественным мнением каждая сми манипулирует людьми и вот люди в это верят они живут каких-то вот в этих вот ожиданиях читают каких-то этих экспертов знаете эксперты которые прогнозируют и вот все эти эксперты они прогнозируют и все они прогнозируют да прогнозируют и ничего у них никак не сходится они опять все прогнозируют тут черный лебедь этот передумали что историю управляют черные лебеди которые ну непонятны но эксперты продолжают с умными лицами прогнозировать и так далее все это иллюзия такая материальная иллюзия за которой кроется бог который ведет мир только к лучшему придет на шеях будет духовный мир и так далее но опять же в это верят не все еще раз закончим на этом на тринадцатом отрывке не люби духовный сон чтобы ты не обеднел пентеваре чтобы ты не обеднел потому что если человек даже у него есть деньги это не значит что он богатый потому что у него может быть абсолютно такая пустая бессмысленная никчевная жизнь которая полностью заполнена заполнена знаете вот есть мы учили в перте вот есть три есть такая мишна что нет айнара и сарарава сината бриот есть две мишны очень интересных одна говорит айнара злой глаз я царара злое начало в сенат обреет ненависть созданий вытаскивая человека с этого мира то есть эти три фактора злой глаз когда люди сглаживая человека или же сам человек смотрит на других злым глазом принципе это одно и то же это это вредно этот вредно я царара злое начало когда человеком управляет его инстинктивная животная сущность в сенат обреет ненависть созданий ненависть людей которые его ненавидят или же он ненавидит созданий все это три фактора которые чека выживают с этого мира ну забирают у него жизненность и есть еще одна мишна там же в перте вот кина тававы кавод мацим это адам и наула кина это зависть это когда чек завидует другим тава вожделение вы и кавод стремление к почету человека забирают с этого мира как это работает человек который не понимает что бог всем управляет что все очень честно справедливо и он постоянно завидуют он вожделеет то что ему не принадлежит и он стремится к почету чтобы его почитали уважали он но вот так очень сильно обижается на всех и так далее у него нет жизни нормальной то есть человек который не видит не смотрит на мир духовными глазами которые находятся в духовном сне он обеднеет в любом случае потому что его будут вот эти вот все вещи они его будут просто сгрызать зависть вожделение стремление к почету а злой глаз я царара злое начало ненависть скандала конфликты со зданиями то есть это все то что ожидает человека который живет в мире материальном в котором самое главное это что понты и ну вот побольше зацепить себе побольше материальных благ понятно да идея как и не к открой открой глаза открой глаза то есть открой духовное зрение как как это именно открой духовное зрение свалыхом тогда ты насытишься даже хлебом но есть метафора что тора это лехом то есть и тогда будешь насыщаться духовной пищей не хлебом единым жим человек а всем что выходит из уст бога это мы в торе учили то щеку которого открыты духовные глаза он получает такое удовольствие от жизни он никому не завидует у него нет вожделение он живет совершенно не важно в каком он находится материальном положении потому что тот же яков про отец яков он семь лет был пастухом работал за то чтобы ему отдали в жены его жену которую в которой он полюбил рахель а потом он еще семь лет работал а потом он еще семь лет работал за имущество и он был счастливый человек он все время был счастлив йосеф царь до праведник у него в тюрьме и был счастлив то есть счастье она зависит от того насколько ты находишься на духом на высоком духовном уровне а не от того сколько у тебя есть денег, ну и так далее. Понятно, да? Тогда этот отрывок и все комментаторы, в основном этот отрывок 13, объясняют не в прямом смысле, не люби сон и, чтобы ты не обеднел, открой глаза и ты насытишься хлебом. Хотя прямое тоже есть, всегда есть прямое объяснение, оно простое. Не будь ленивым, работай. Для того, чтобы заработать деньги, ты должен меньше спать, больше работать, открой глаза, везде есть возможности, везде есть возможность заработать. Это как бы простое значение. Но есть более глубокое, о котором я объяснил. 14 отрывок, он говорит о том, как устроено вообще мир торговли. Очень интересный отрывок, прям реально, вообще просто идеальный для бизнес-аудитории. Опять же, в нем есть и простое объяснение, и более глубокое. 14 отрывок звучит так. Рара, йомара, куне. Плохо-плохо. Плохо-плохо говорит покупатель. Веозелло, аз и талал. Аз и талал. И когда пошел он, продали ему, тогда он будет прославлять. Значит, когда человек покупает что-то, ему, в этот момент, у него сомнение. То есть, у него есть деньги. Деньги это, как говорил кто-то из каких-то, ну, людей, по-моему, это даже Карл Маркс говорил, что деньги это отчеканенная свобода. Карл Маркс, при том, что он придумал этот коммунизм, но он сам был бедный, и он сам жил на стипендию, которую ему платил Энгельс, ему всегда не хватало денег. И он, по-моему, это его цитата, что деньги это отчеканенная свобода. Пока у человека деньги в кармане, это отчеканенная свобода, или бумажная свобода, или диджитал-свобода, электронная, если это криптовалюта. Он их может обменять на что угодно. Это свобода. То есть у него деньги, хочет это купит, хочет это купит. То есть деньги это свобода. Когда ему надо отдать деньги за какой-то товар, то, говорит нам царь Соломон, плохо-плохо, говорит покупатель. То есть его мучат сомнения. Нормально ли я делаю, что я обмениваю свободу на какой-то конкретный, конкретный товар. То есть это же потом у меня денег-то не будет, а будет этот товар. И обычно принято так, что когда человек покупает, даже правильный покупатель по основе торга, он не должен показывать, что ему нравится. То есть чем меньше ты хочешь купить, тем легче тебе получить хорошие условия. Это основа переговоров, торговых. То есть более сильная позиция в переговорах у того, кому меньше надо. Поэтому, говорит царь Соломон, представьте, какая велика мудрость. Плохо-плохо, говорит покупатель. А когда уйдет, тогда прославляет. Но когда он уже купил вещь, ему нет никаких, никаких нет теперь смысла ее преуменьшать, потому что от этого он только, только он сделает себе хуже. Поэтому он ее начинает прославлять. Классно, хорошую вещь я купил, вот выгодно. И так далее. Теперь, если мы свяжем этот отрывок с предыдущими, оказывается, царь Соломон имел, что когда человек начинает учить Тору, например, ему кажется, что он теряет, теряет время, теряет силы, он теряет, и что он приобретает. То есть он отдает вот этот вот мир, который он потом понимает, что это все суета, сует, эвель, эвелим, что материальный мир, вот это общество потребления, это такая глупость и бессмыслица. И ему, ну, покаместь, он только в ней живет, ему Тора, духовный мир, кажется, как я когда-то читал такое сравнение, очень интересное. Когда человек стоит на земле и смотрит на самолет, летящий в небе, для него самолет это маленькая точечка, которая, ну, непонятно, движется по небу. Но если он находится в этом самолете, то там люди, стюардессы, еда, питье, люди летят куда-то. То есть это совсем открывается в невероятный самолет, да? Теперь, когда человек начинает изучать духовные вещи Тору, и он вначале говорит, плохо-плохо, ой-ой-ой, это же я время трачу, я урок Торы, я бы мог в это время там сериальчик посмотреть, что-то выучить, поработать и так далее. Но когда он ее уже купил, когда он приобрел Тору, он понимает, что у него просто свет, счастье, понимание, понятная жизнь, заповеди, связь с Богом, все, и он тогда начинает, и Талаль начинает он тогда ее прославлять, потому что ценнее Торы вообще ничего нет, и ценнее духовного понимания, духовной связи с Богом, внутреннего покоя, выстраивания жизни по законам Бога, ничего ценнее этого вообще нет. и тогда понятен вот этот вот отрывок, что даже когда человек лежит утром и думает вставать, не вставать, и вставать ему кажется плохо-плохо, думает покупатель, да, когда надо приобретать, а когда он встал, сделал зарядочку, облился холодной водой, тогда он начинает, пошло ему, начинает тогда прославлять. Все, я думаю, что сегодня были очень два полезных, практичных отрывка, я думаю, что есть что сказать в субботу за шаббатным столом, сказать Деврей Тура, слова Туры, вот можно эти два отрывка выучить и прямо красиво так сказать. Значит, с Божьей помощью, чтобы у всех был шаббат шалом, хорошего дня сегодняшнего, подготовьте к шаббату, и сон, это одна шестидесятая часть смерти, шаббат, это одна шестидесятая часть духовного мира, грядущего мира, и вот именно надо правильно подходить и ко сну, и к шаббату, и к каждому дню, потому что каждый день это в миниатюре целая жизнь, то есть вот то, как ты проводишь день, как ты проводишь день, так ты проводишь всю свою жизнь, это очень можно проследить по одному дню всю жизнь, поэтому желаю наполнить день духовностью, открыть глаза наконец-то, и шаббат шалом, всем шаббат шалом. шаббат шалом, все жесть идет, без шаббат шалом, Продолжение следует...